здравствуйте друзья приехал я на рыбалку в надежде половить плотвичку ну или что там будет ловиться приехал на афинский залив в район города сестровицк что-то я проснулся рано а я не люблю если бы проснулся чувствую что выспался так хочу опять ложиться все равно будешь вертеться и можешь проспать вообще до 10 потом утра сегодня суббота 13 января ну так уже люди были половина парковки уже занята была парковок много в сестровицке то есть лесопарк гагарка пляж тупки парковка и курорт ну и так вдоль залива дорожки есть есть где парковаться но я обычно ищу по гугл-картам парковки либо включаешь снимок со спутника там видно же машину не стоят но несколько таких мест как бы забил чтобы если при приехали а там шлагбаум например чтобы было резервное местечко какой-то вот просверлил луночку отошел километр от берега лед больше 20 сантиметров если поедете берите кошки потому что местами как стекло лед но теперь была вода выступила а мы сейчас попьем кофе очку не спеша и кормимся я покажу как я прикармливаю плотву именно такая немного отличается от общепринятой концепция может кому пригодится ладно ждем рассвета солнце еще не встало людей конечно много ветер юго-восточный минус 10 градусов и кивок уже видно поэтому можно ловить я уже прикормил как пришел сейчас вам еще покажу как а а а а а а а а прикармливаю вот моими шарами вот я делал их видео есть на канале позапрошлым летом я снимал просмотров набрала можно делать принципе надо на весь год сделать я обычно делаю там пару ведер хватает пару раз делаешь за сезон сколько рыбачишь хранятся хорошо они сухие как кирпич 4 там по составу две части гороха одна часть перловки и одна часть пшена все это разваривается горох разваривается пшено так целенько остается половину то есть получается ведро и ведро песка туда вот то есть их можно прямо в одну лунку кидать они падают камнем лежат прямо под лункой если сильное течение если даже чуть-чуть отнесет в сторону то и вашу приманку тоже также с грузом отнесет туда же то же самое место течение я же сейчас куриные комбикарма почему куриные потому что в них тоже содержится очень большой процент минерального компонента ну ракушка все они тяжелые за счет этого очень вот они сразу намокают и тонут но так как они все-таки не такие тяжелые можно определить куда течение в какую сторону то есть бросить там опарыши или кусочек теста они белые хорошо видно и куда их уносит сторону просверлить вот лунки трех метрах внутри четыре метра ну какой силы течение если сильная так можно вообще ряд просверлить лунок все равно вы будете в течение дня переходить от лунки к лунке потому что бывает там сойдет плотвиной все и стайка уже насторожилась она уже не клюет вы тогда чтоб не шуметь уже и сверлить новые лунки у вас уже просверлено перешли на новую лунку вот из той точки зрения что прикормку туда тащит и вы там уже у вас лунка есть вы здесь половили затих плев перешли на ту лунку но здесь финский залив здесь может течение дня поменяться течение в одну сторону и в другую по нескольку раз поэтому я из той стороны просверлил также лунку то есть я буду по этим трем лункам ходить целый день то есть прикармливать буду в одну лунку проходить по этим трем если у вас сильное течение можете ряд прямо просверлить лунок штуки 3-4 только посмотрите куда потому что я вот например ловил кольцо в оксе осенью видео есть на канале встал практически на середине ладога там а течение туда наоборот то есть обратка получается таких местах и рыбок держится это хорошо поймал есть видео на канале то есть даже если вы знаете что какую сторону течение проверяйте потому что в этом месте может быть вам обратка обратно на заливе здесь сейчас ветер поменяется вот сейчас вот юго-восток а вроде передаю запад был отлив сейчас идет юго-запад поменяется придет прилив потом я хочу сказать что плотва она не стоит стоит и есть находит вокруг то есть даже если у вас где-то будет вот этого опарыша опарыш то вкуснее чем любая приконка ловлю я на опарыша колюшки нету если будет колюшка тогда на тесто конечно опарыша мне нравится ловить вот если вы с палаткой то какие проблемы рядом просверлили хоть со всех сторон обсверлили эту палатку да прокормили будет у вас большое пятно загородное вы будете сидеть посередине этого пятно ну ладно почистим луночки будем ловить что такое что это рипус ёксель моксель я думаю кто-то мне мозги конопатит а да рипус классно думал плотвичка мелкая ловлю на универсальную удочку леска 12 лесенка такая советская малек по моему называется она больше как качестве груза но и бывает и приманивает когда вот крупная плотва несколько взмахов сделаешь она подходит даже на блесну несколько раз уплевала до рипус ничего себе прикольно вот это плотвичка вот это да класс так надо перенасадить тоже хорошая вот это вот это вот это поклевки редко конечно но дату плотва крупная так все ходят с места на место так зябко слушайте вообще стопроцентная влажность вроде мороз не сильно минус 10 мерзнешь как будто что-то жилетка моя электрическая глючить стала наверное этот включатель где-то контакт плохой надо вечером посмотреть будет люди еще и подходят вон курюшки много сидит людей зябко солнышко выглянуло это мороз только усиливается правда корюшки так он бегает здесь вот хорошо что здесь и рядышком у плотва его куни курюшка все все возможно там вот далеко то они чисто на курюшку сидят я вот не вижу чтоб они бегали так прохаживаются здесь я вот смотрел отзывы здесь покрупнее корышка чем в Заногорске в комарово по размеру виду может и туда подойдет так перехожу потому что сидеть на одном месте прохладно так пройдешься уже повеселее да и луночки отдохнут я вот сейчас засыпал при кормке пошел прогулялся сейчас опять приду посижу половлю вот это да вот эти какие хорошие ну погулял съел сразу поклевка народ что вокруг сидел есть разбежался она гуляет стаи плотвы гуляют поэтому закормленные лунки надо возвращаться периодически так согрелся пробежался хорошо так я с кормушками не люблю кормушку как опустишь 15 минут ничего не клюет боится рыба все-таки какие-то стационарные такие большие клюет ну это если в палатке может имеет смысл а так мобильность теряется так не клюет встал побежал куда нибудь или вообще пошел там окуньоловители корюшку так кормушку эту так если ее только поморозить приморозить проволокой доставать если вы постоянно в одно место ездить они лучше все таки вот так шарами прикармливать или гранулами она привычается рыба даже на озерах к одному месту куда всю зиму ездит народ там она и крутится плотва да вот такой вот клев но так поймали уже хорошо чаю попить с бутербродиком она клюет тут несколько окуней еще поймал но небольшие эх ты а ты была поклевка проворонил красавица вечно вот сядешь перекусить и сразу клев начинается тоже обед тут что-то у меня все по запуталась как обычно и и и катаются эти аэролодки катаются маленькая уже не кормлю сейчас наверно все равно клюет вот эти шары они чем хорошо там песок и он долго запах сохраняет при кормке то есть она подходит вроде кормом пахнет песок то пропах с этой а есть уже нечего я летом прикармливал этим так там даже на следующий день подходит к этому месту то есть она подойдет и крутится ну и думаю комбикорм это тоже там ракушка дробленая она все-таки пористая ракушка то и пропиталась этим запахом комбикорма лежит там на дне даже если кушать нечего запах сохраняется яйца ну вот яйца обоих передачи вы Что такое? Ну ладно, друзья. Буду заканчивать. Сейчас лучше похожу. Может окушка поищу. Может поеду уже к дому с реветенком погуляю. Потому что рыбы уже наловил. Свои 5 килограмм. Такие хорошие плотвины есть. Грамм 300-400. Рипус попался. Малосольный сделаю. Так она клюет. Но такого потока нет. Одну достанешь. Пять минут нет поклевки. А то и 10. И такие поклевки еле-еле. Ну ладно. Всего хорошего, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok